Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, рекомендуем это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Нет-нет, но попадает в наши руки такой класс автомобилей, как кейкары, автомобили особо малого размера, которые при этом демонстрируют весьма неплохую вместимость по части внутреннего объема. Сегодня в наши руки попал один из довольно ярких представителей этого вида, Honda N-Box первого поколения. О том, какие плюсы и минусы есть у этого автомобиля, мы сегодня и поговорим. В следующие несколько минут мы посмотрим на автомобиль внутри, снаружи, проверим клиренс, а также заглянем на машину с подъемника, ну и конечно немного поговорим про технику. Honda N-Box появилась в 2011 году. Этот автомобиль продержался на конвейере 6 лет. В 2017 машину сменило уже второе поколение модели. В 2015 году машинка прошла рестайлинг. Плюс внутри одного периода выпуска у этих автомобилей было несколько вариантов оформления передней части. Так, в частности, комплектация Custom, как в нашем случае, несла свое оформление передка. Что касается гаммы двигателей, здесь было всего два варианта мотора. Оба бензиновых объемом 0,7 литра на 58 лошадиных сил в атмосферном варианте и на 64 лошадиные силы в варианте с турбиной. Коробка передач, что только вариаторная, а привод передний, либо полный. Наш сегодняшний экземпляр 2012 года выпуска по России. Машина не ездила, родной подтвержденный пробег по Японии, 129 тысяч километров, заводской окрас кузова и 58 атмосферных лошадей под капотом. Ну а привод здесь передний. При взгляде со стороны очевидно, что Honda N-Box это действительно компактная машина, но только не в плане высоты. Габаритные размеры кузова. Длина 3 метра 39 сантиметров, ширина 1 метр 47, а высота аж 1 метр 80 сантиметров. При этом колесная база, кстати, 2 метра 52 сантиметра, что для маленькой машины отнюдь немало. Автомобиль довольно маневренный. Радиус разворота 4,7 метра. Ну а что касается толщины лакокрасочного покрытия, с завода эти автомобили выходят со слоем, не превышающим 70-120 микрон. К антикоррозийной обработке кузова вернемся чуть позже, когда посмотрим на автомобиль, на подъемники. Но вообще подобные модели, когда приходили к нам из Японии, не демонстрировали следов серьезной коррозии. Хотя с автомобилями, которые побегали по просторам нашей необъятной родины, ситуация, конечно, может быть иной. Так что осмотр на подъемнике даже такого автомобиля в любом случае пропускать не советую. По традиции, обзор внутреннего содержания автомобиля начнем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает очень и очень большая, относительно самой машины, крышка багажника. Практически весь автомобиль в данном случае и есть проем. Каталожная емкость багажного отделения при поднятых спинках задних сидений здесь очень небольшая, всего 72 литра. Но опять же, машина относится к классу особо мало. Так что это не такой уж и скромный показатель. Размеры самого багажника в данном случае по его нижней части ширина 87 см, ну а полезная погрузочная длина всего 39 см. При этом под полом у нас имеется пенопластовая формованная емкость, где размещается домкрат, баллонник-вороток, буксировочная петля и штатный ремнобор для случая прокола колеса. В том случае, если объема багажного отделения вам недостаточно и вам надо увезти какой-то более или менее габаритный груз, Honda N-Box предоставляет возможность сложить спинки заднего сидения. В этом случае размеры багажника становятся совсем уже взрослыми и длина возрастает до метра 38 см. Ну а если вам нужно перевести какой-то уж очень длинный груз и вы протолкнете его между передними креслами до приборной панели, то полезная длина возрастет где-то до 2 метров 10 см, а это очень даже немало. Ну а теперь переместимся в салон Honda N-Box. И первое, что здесь бросается в глаза, это просто огромнейшая высота потолка. Запас пространства над головой поистине исполинский. Ну а что касается запаса по ширине, понятно, автомобиль очень сам по себе компактный, соответственно и теснота здесь по идее должна ощущаться. Правда, это касается только правого локтя, под который, кстати, в дверной карте сделана специальная выштомка. Здесь под правый локоть у нас есть подлокотник, он находится на правильном месте, но, к сожалению, это довольно-таки жесткая пластмасса, поэтому в дальней дороге руку все-таки лучше держать на рулевом колесе. С левой стороны есть подлокотничек с небольшим углублением, причем прорезиненным, куда можно что-нибудь положить либо насыпать. Сидение само по себе, конечно, абсолютно плоское, оно представляет собой по факту сплошной диван, две половины, которые регулируются отдельно. Сам запас регулировок по длине здесь есть, хотя и не сказать, что он какой-то из ряда вон огромный, все же сказывается довольно вертикальная посадка. Есть регулировка рулевого колеса, правда механическая и только по наклону. Тем не менее, за рулем этого автомобиля при росте 1,86 м мне удалось устроиться более-менее удобно. Что касается эргономики и разного рода клавиш, здесь все довольно-таки просто, несмотря на хорошую комплектацию, но при этом удобно и понятно. Приборная панель эталонно читается и чем-то, кстати, напоминает таковую у самой первой Honda Fit. Под правой рукой на подлокотнике у нас клавиши стеклоподъемников водительское стекло имеет авторежим, клавиши управления центральным замком и боковыми зеркалами. Зеркала, кстати, имеют функцию складывания. С правой стороны внизу у нас пристроились две клавиши открывания боковых дверей, а в нашей комплектации обе боковые двери имеют электропривод, и внизу клавиши включения-выключения системы стабилизации. На рулевом колесе кнопки управления мультимедийной системой, громкость, переключение каналов и источника звука. Подрулевые переключатели здесь находятся ровно там, где они должны быть, они удобные и, кстати говоря, переключаются без какого-либо дешевого звука-щелка. Очень приятно это все работает. По управлению климатом панель здесь простая, но довольно-таки изящная. Маленький дисплейчик, климат автоматический, естественно, однозонный, и клавиша запуска остановки двигателя рядом с привычным селектором вариаторной коробки передач. В нашем автомобиле присутствует также двухдиновая магнитола с большим дисплеем, на которой выводится картинка с камеры заднего вида. Что касается разного рода подстаканников и ниш, помимо небольшого отсека в подлокотнике, который не имеет крышки, здесь имеются два подстаканника по бокам передней панели для водителя и переднего пассажира. Под магнитолой и над бардачком есть полочка, причем сделано это все с наклоном внутрь, то есть то, что вы сюда положите, при обычном вождении не должно свои места покидать. Есть небольшой карман, скорее всего, под мобильный телефон в центральной консоли. Здесь же 12-вольтовая розетка и небольшой ящичек, очень напоминающий урну, куда можно, например, выкинуть какие-нибудь бумажки, фантики от конфет, ну или вообще положить что-то более полезное. Основной бардачок в данном случае у нас довольно глубокий, хоть и небольшой по ширине, но документы формата А4 в сложенном виде сюда вполне помещаются. Так же, как, например, и пара-тройка компакт-дисков. На полу автомобиля при этом нет абсолютно никакого тоннеля, соответственно, перемещаться здесь можно совершенно свободно, и припарковавшись правой стороной вплотную к стене, вы можете легко покидать автомобиль через левую дверь. Кстати, внизу дверных карт у нас также есть карманы, куда можно сложить что-то более или менее негабаритное, и углубление под бутылочку, причем специально отформованное, куда можно поставить какой-то напиток в легкости форматом не более чем 0,5 литра. Что касается обзорности, то здесь впечатления сугубо восторженные. Первый момент – это очень низкая линия бокового остекления, что вкупе с вертикальной посадкой создает впечатление нахождения в песочнице с низкими бортами. Боковые зеркала здесь для маленького автомобиля большие по площади, плюс нижняя часть зеркала – это линза, которая позволяет наблюдать, что происходит у вас с низом автомобиля, в частности, с задним колесом. Также передние стойки здесь у нас имеют дополнительные окошки остекления, то есть мертвых зон по факту здесь нет, и при повороте на этом автомобиле пешеход нигде от вас не скроется. И так же, как на старых степ-вагонах, здесь у нас присутствует перескоп на левой стойке, то есть небольшое зеркальце, в которое вы видите как непосредственно переднее колесо, так и часть пространства перед автомобилем. Лобовое стекло здесь стоит непривычно вертикально, и при этом оно отодвинуто далеко от водителя. Все это выглядит совсем не так, как мы привыкли на современных машинах, но это прикольно и плюс удобно. Удобно. Единственный момент, при трассовой эксплуатации, скорее всего, стекло, расположенное под таким наклоном, достаточно быстро обрастет сколами от камней. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. А на заднем сидении Honda N-Box очень и очень просторно. Запас пространства для ног здесь поистине царский. В принципе, можно сидеть, закинув ногу на ногу, чему в немалой степени располагает как плоский пол без всяких центральных тоннелей, так и плоское само по себе сидение. Здесь не отформованы ни подушки, ни спинки. Естественно, предельная вместимость этого ряда два человека, если говорить про взрослых людей, да и ремней безопасности здесь тоже два. При этом в Honda N-Box заднее сидение по длине не регулируется. Его можно либо уронить в пол, таким образом получить погрузочный объем, либо просто поднять в случае необходимости сидение. И таким образом высвободить себе, опять же, дополнительное место для перевозки груза. Из дополнительных удобств для задних пассажиров на самом деле здесь нет практически ничего. Верхний потолочный плафончик освещения, ручки, небольшой крючок для пакетов либо одежды на спинке переднего пассажирского кресла, да, собственно говоря, кнопка степлоподъемника. Как таковых подлокотников здесь нет, но есть подстаканники. Собственно, пластики боковины кузова. Единственный минус, который можно отметить здесь, так это то, что при открывании задней двери ручка, за которую вы будете ее закрывать, находится снаружи автомобиля, и чтобы с насиженного места до нее дотянуться, надо делать это либо левой рукой, либо изогнув правую руку в кисти, что не очень удобно. Кстати, стоит отметить еще один момент. Заднее сидение в этом автомобиле неожиданно мягкое. Оно удобное и действительно как-то по мягкости напоминает мягкую мебель дома. Так что вкупе с запасом пространства на городские поездки средней продолжительности в этом автомобиле можно отправляться абсолютно смело. Ну а для дальних выезжей по трассе модель в принципе не предназначена. Ну а теперь про содержимое подкапотного пространства Honda N-Box. Под капотом этого автомобиля, как уже было сказано в обступлении, могли размещаться всего два варианта мотора, причем одного и того же. Двигатель этот носит маркировку S07A. Блок цилиндров здесь алюминиевый, цилиндров три, привод ГРМ цепной, гидрокомпенсаторов нет, ну и два верхних распредвала. В атмосферной версии мотор выдает 58 лошадиных силы, 64 ньютона метра крутящего момента. Показатели турбо-версии 64 лошади и целых 104 ньютона крутящего. При небольшой разнице в мощности эти варианты едут очень сильно по-разному. И если разгон атмосферной версии до 100 км в час занимает что-то около 17 секунд, то турбо-машина проделывает этот же фокус всего за 10 с небольшим. На уровне ощущений это настоящая пропасть. При этом в том, что касается расхода топлива, в городском цикле эти моторы потребляют порядка 5 литров на 100 км пробега. Что касается надежности, то каких-то особо явных слабых мест у данных агрегатов, пожалуй, нет. Примерный ресурс таких двигателей около 250 тысяч километров. Кстати говоря, к этому пробегу еще не надо менять цепь. По крайней мере, в случае замены цепей на данных движках это очень и очень редкое явление. Естественно, чтобы ваш мотор прошел подобный долгий путь, необходимо вовремя менять масло. Вовремя в данном случае это раз в 5000 км пробега. Благо, частую замену будет компенсировать небольшой объем заливаемого сюда масла. Что касается каких-то характерных моментов, при осмотре поддержанного экземпляра, в любом случае, посмотрите автомобиль на предмет дымности, на предмет отсутствия масляных подтеков. Ну а из каких-то характерных моментов можно отметить, ну разве что, очень эпизодически возникающие проблемы, например, с патрубками системы охлаждения. Или для турбоверсии, патрубкам, связывающим корпус воздушного фильтра с дроссельной заслонкой. Каких-то суперхарактерных болячек в том, что касается поршневой группы или даже турбины, у этих двигателей просто нет. Кстати говоря, в случае, если случилось страшное, по состоянию на 2023 год, стоимость контрактного агрегата для таких машин будет лежать в пределах от 17 до 40 тысяч рублей, в зависимости от версии двигателя и его пробега. Что касается коробок передач, то в зависимости от того, передний привод у автомобиля, либо полный, на машины ставился вариатор собственного фондовского производства. Маркировки этих коробок S9LA или S9MA. В среднем по больнице подобные агрегаты живут порядка 200 тысяч километров пробега при условии регулярной замены рабочей жидкости и фильтрующих элементов. Но если вы выбираете Honda N-Box в период до 2015 года выпуска и при этом автомобиль оснащен под рулевыми лепестками, то вот на таких машинах компания-производитель объявляла у себя дома в Японии отзывную кампанию по обновлению программного обеспечения. Фишка была в том, что при переходе в ручной режим, при переключении со второй на первую передачу, данные коробки могли некорректно отрабатывать, при этом подвергаясь большим нагрузкам, что приводило к ускоренному выходу компонентов вариаторной трансмиссии из строя. Ну а вообще при осмотре и тест-драйве подобного автомобиля, помимо адекватности работы самой коробки, обратите внимание на отсутствие посторонних шумов. Основным симптомом надвигающегося ремонта в данном случае будет гул, чем-то напоминающий гул ступичного подшипника, который с ростом скорости только нарастает. И подобные вещи диагностируются при вывешивании автомобиля на подъемнике. Правда и в этом случае стоимость контрактного вариатора вас сильно не шокирует. Перед тем, как заглянуть на Honda Inbox снизу с подъемника, давайте поговорим о насущном, а именно о дорожном просвете. В адрес подобных автомобилей очень часто звучит фраза о том, что клиренс у них очень маленький, что неудобно при эксплуатации на плохих дорогах. На самом деле, низшая точка в данном случае будет находиться под пластиковой грязезащитой внизу машины. До нее от земли порядка 13 сантиметров. Что касается переднего бампера, свеса которого здесь практически нет, то это 18 сантиметров. Так что к поребрику, в принципе, доточка колесом в некоторых случаях доехать даже можно. За передним колесом до накладки порога 16 сантиметров. Задняя часть повыше, порядка 19 сантиметров до пластиковой накладки и 18 до поддонкратника. Ну а задний свес с поправкой, опять же, на практически его отсутствие, это 23 сантиметра. Причем в данном случае выхлопная труба находится за габаритом бампера, а не свисает вниз. Так что паркуясь задним ходом к поребрику, вы точно ничем и никак не зацепитесь. Что касается подвески у Хонды Н-Бокс, подвеска решена традиционно для данного класса автомобилей. Спереди у нас используется подвеска на стойках типа Макферса, ну а сзади подвеска зависимая, то бишь обычная балка. Спереди, как уже упоминалось, самая низкая точка, это пластиковая защита под поддоном коробки. Правда, она достаточно маленькая и что она здесь должна прикрывать и от чего защищать, вопрос дискуссионный. Также спереди мы видим, что рамка телевизора все же находится выше, чем нижний край бампера. Поэтому, в принципе, если прошел бампер, вы ничего здесь уже себе не повредите. Несмотря на особо малый класс автомобиля, здесь присутствует передний стабилизатор поперечной устойчивости с достаточно длинными и непривычно длинными в данном случае стойками стабилизатора. Причем сечение прута, в принципе, вполне взрослое, как на обычных легковых автомобилях. Но вот для замены втулок стабилизатора вам тут безальтернативно придется скидывать передний подрамник. Скорее всего, шаровые опоры в данном случае у нас выполнены вместе с рычагом. По задумке производителя, меняться отдельно они не должны, но, в принципе, дубликатную шаровую опору можно сюда и перепрессовать. Кстати говоря, если вы решили купить себе подобную машину, на всякий случай промониторьте стоимость запчастей именно в вашем регионе. Если вы на Дальнем Востоке, проблем с этим быть не должно. Но, если вы находитесь в западном регионе, вполне возможно, запчасти придется заказывать и какое-то время ждать. Кстати, что касается состояния днища автомобиля в плане коррозии. Машина 2012 года, по России она еще не ездила. На днище мы видим довольно-таки скромное количество антикора. Нанесен он очень-очень местно и в основном только на сварные швы кузова. Так что, если подобную машину вы планируете эксплуатировать долгое время в том регионе, где реагенты зимой используются на широкую ногу, желательно обработать днище Honda Inbox чем-то антикоррозийным. Необычным является и то, что топливный бак у Honda Inbox располагается практически в центре базы. Сам бак пластиковый, объем его небольшой, до 40 литров, но с поправкой на небольшой расход топлива этого автомобиля, его должно хватать, причем с избытком. Что касается задней подвески, здесь она, как уже говорилось, простейшая, это обычная балка, здесь два сайлентблока, две втулки на амортизаторах, пружина и, собственно, сам амортизатор. Больше здесь нет ничего. Задние тормоза барабанные, соответственно, если вы покупаете подобную машину с пробегом за 160, ближе к 200 тысячам, желательно уточнить, делал ли предыдущий собственник что-то в плане обслуживания задних тормозов, дабы не менять колодки самостоятельно. Ну, либо иметь в виду, что это придется сделать. Ну, и в задней части кузова этого автомобиля, несмотря на возраст в 11 лет, также никакой особой коррозии и не наблюдается. Здесь все в целом тоже в порядке. Таким мы увидели сегодня автомобиль Honda N-Box 2012 года выпуска с атмосферным двигателем объемом 0,7 литра, вариаторной коробкой передачи, передним приводом с пробегом по Японии 129 тысяч километров. Если у вас был или есть подобный кейкар, на котором вы проехали уже не одну сотню тысяч километров и вам есть, в чем нас дополнить и в чем нас поправить, пишите все это в комментарии. Людям, выбирающим себе подобную машину, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну, а если вас заинтересовал конкретный экземпляр на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео машина все еще будет находиться на продаже у нас в компании RDM Import в городе Новосибирске. Уточнить всю интересующую вас дополнительную информацию по автомобилю, включая актуальное наличие, можно, воспользовавшись контактным телефоном в описании под видеороликом. Звоните, пишите на WhatsApp. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня. До новых встреч на канале. Пока.